Девочки, всем привет! Начинаем новый влог. Света не было, я сходила к Вере. А у нее электричество есть? Ну и пока мы постояли, поболтали туда-сюда, я сейчас прихожу, он Леша уже, слышите, да? Ямки делает. Я даже не знала, что есть, потому что Вера подключена в другом месте, ну, чтобы круглогодично было электричество. Вот, сейчас, значит, начинаем новый влог тогда. Черноплодная рябина, ее надо аккуратно. И он уже, кстати... А, я думала, он больше уже сделал. Им быстро, вот этим штукой, ну, электрической, а вот ручным долго. Вот здесь вот у нас соседи, они делали ручной, взяли, нифига! Решили электрическим тоже. А я у Веры попросила дельфинюм. Это она у мамы у своей брала, точнее, я даже ей сказала. Меня зовут? Нет. Я сказала, Вере, говорю, красивый цветок возьми. Она взяла, и вот я в прошлом году, ну, естественно, не брала, потому что кустик небольшой был, а сейчас она мне откопала вместе с ландышем. Ну, я, наверное, удалю эти ландыши. Ну, не надо, а то они у меня... Думаю, что не надо, короче говоря. Девочки, я лох. Лох – это судьба! Я такая сейчас налила в кастрюльку воду. Вот кастрюлька. Думаю, сейчас я сделаю себе кофе, который меня ждёт. Позавтракаю. Времени час дня. Наверное. А света-то нет. А это... Бурта этот, он же на бензине, там же жидкость залита. Я просто сейчас думаю, как? Смотрю, фильтр выключен, всё выключено. Значит, Лёша не подключался. Смотрю, он не паниковал по поводу того, что света нет. И просто сейчас поняла. Лёша, электричества нет? Я знаю. Я что, в доме? А я думала, что это бурта от электричества. Вы представляете? Попила кофе. Пошла к Вере тогда. Возьму сейчас свои манатки, пожитки. Не покажу ничего у неё, потому что они как раз там сейчас занимаются ландшафтным дизайном. Вот. Доделает она свой ручей каменный. И тогда я уже покажу, когда всё красиво будет. Потому что сейчас там не доделано. Ну, картинка не та. А потом тогда уже покажу. Ну, может быть, пока чайник закипает, покажу там. А что там показать? Там ещё что-нибудь цветёт. Да. Ну, ладно. Сейчас решим. Пошла, девочки. Блин, облом. А я такая, с таким энтузиазмом, начинаем новый влог. Блин, да. Ладно, пойдёмте. Быстренько вам покажу мой завтрак, какой будет. Вот это два бутерброда, которые вот, они горячие были, да? Тут колбаса и сыр. И они холодные. Я их возьму. Вот сюда вот я наливала молочко. Сюда в пакетики я насыпала сразу кофе и сахар. Положила не заменитель сахара, а обычный сахар. Да, я в первую половину дня решила так. Заменитель это только вечером с чаем. И то, если ещё что-то есть сладкое, то не кладу. Так, девочки, быстро скажу. Просто я брала как раз... Хотела взять по одной таблетке, а потом думаю, ладно. Комментарии пишите. Но я же в прошлом видео показывала всё. Всё, я больше к этому возвращаться не буду. Магний я пью вот такой. Вот я прямо показываю пачку. Здесь одну таблетку нужно пить. Какая тут дозировка? Не знаю. Посмотрите сами инструкцию, загуглите. Мне нравится, что здесь одну таблетку в сутки надо. Всё, потому что вот такой вот магнелис, их нужно здесь штук 6-8 принимать в несколько приёмов пищи. Мне это не нравится. Это я даю Арсению. То есть я ему даю 4 штуки в день. Это если выходной день. А если будний день, всё, говорю быстро, 2 штуки только за ужином. Там за пару часов до сна. Это витамин D, 2000 единиц. И мне врач вчера девочке сказала, мы разговаривали, она сказала, 7000 единиц надо. Лариса Сомова специально для вас говорю. Я тоже у врача спрашиваю. Переизбыток это хуже, чем недостаток. Она говорит, недостатка в нашем регионе быть не может. Я говорю, а сколько пить? Ну, там, до лета. Она говорит, всю жизнь. И врач мне понравилось, поэтому я... 7000 единиц мне как-то жаба душит. Ну, 6 таблеток. Это получается, подождите, 3 таблетки, 4. Ну, как-то так. А это омега. И она сказала, вот вчера, по-моему, Мария мне написала, что врач ей сказала, что 3, 6, 9 у меня омега. Ей врач сказала, что девятку не надо. А мне вчера врач сказала, когда увидела на столе у меня вот это, сказала, 6, 9 не надо. Они, наоборот, даже притупляют действия. То есть 3. Поэтому мы будем с Лёшей пополам пить. Ну, уж купили, естественно, будем пить. Принимать. А так вот как-то так. Надеюсь, вы поняли, да, за этим шумом, что я хотела сказать. Пока, девочки, не ушла никуда ещё, подумала, как раз водка же есть. Я в прошлый раз привезла. Сейчас еле семена нашла, куда дело. Семена укропа вот замочила в водке. Налила её туда. И сейчас пусть постоят. Ну, чтобы посеять, чтобы время не тратить зря, да, пусть несколько часов постоят. Это чтобы эфирные масла вышли, насколько я понимаю, да, и чтобы они лучше прорастали. Ну, в общем, как-то так. Много или немного. Ладно, пусть так будет. И пойду дельфинюм посажу куда-нибудь. Девочки, давно не видели. Привет. Иди к этой Наташи. Я сейчас приду иди. А тут давно не видели. Вот она сейчас отъедет ненадолго. А я тогда пойду к Наташе. Она ближе. Я же забыла, блин. Тормозила-то я. Посадила я, короче. Полин, забыла, как она. Дельфинюм. Дельфинюм. Он синим цветёт. Почему я здесь поставила стул и куртку повесила, чтобы затенило? Потому что, видите, солнышко светит. Вот. Ну, я думаю, что всё нормально будет. Вот эту вот ветку веера сломала сразу изначально. Ой, я знаете, что за что переживаю? Это же виноград здесь. Вы понимаете, у меня здесь и так флокс сидят. Здесь дельфинюм будет. Он такой приличной высоты. Лёш пока не в курсе. Ну, как не в курсе? Он видел, но не вникал. А мне надо, чтобы здесь так было. Вот. Я потом хочу вот так вот, чтобы он вот это вот разрезал, чтобы сюда можно было проходить. Ну, потому что нигде здесь больше не обойти. В общем, ладно. Потом покажу, когда сделаем когда-нибудь. Пусть пока стоит. Я его полила. Вермикулита туда насыпала, потому что здесь земля прямо, знаете, какая, прямо с глиной. А меня Лёша сейчас попросил ему немножко помочь вот этой хернёй делать. Тут, потому что очень тяжело. Ну, реально тяжело. Потом оно на эту вот вертушок глина нацепляется. Надо было снимать и вытаскивать. Уже тяжело, когда самый нижний уровень. Ну, в общем, глубоко тяжело из-за глины. Там было проще. Ну, понятно, да? Вот. Как-то так, девочки. Как-то так. Ладно. Пошла я тогда у Наташи. Скипячу воду и приду. Ну, и хорошо. Не надо мне таскать с собой ничего. А что-то я хотела. Сейчас что-нибудь буду делать. Сейчас, мне знаете что? Я же не завтракала ещё. Мне надо немножко подкрепиться. У меня кружится голова. Либо просто пустой кофе попить. Ну, уж раз есть у моей бутерброды, я тогда с бутербродами попью. Вот, ладно. Пойдёмте. Кстати, у Наташи это тоже красивый такой участок. Ну, много всего. У неё грядок вообще нет. Просто. Ну, сегодня не буду показывать. Там не цветёт ещё ничего. Вот, когда будет свисти, я тогда вам покажу. Схожу к ней. Я как-то уже спрашивала у неё. Говорю, можно будет девочкам показать. Она не против. Её, наверное, я показывать не буду. Вот. А участок покажу. Там самшиты, камешки, ёлочки. Не знаю. Ну, в общем. В общем, Лёша сейчас будет красить вот эти вот железные штуки, которые в землю. Ну, чтобы не ржавели. Чтобы не ржавели. Мама! Ау! Кепку одевать? Тебе не надо кепку одевать. Сиди так. Я боюсь. Ну, потому что не надо. Ветерок прохладный. Потерял Арсения, Василину, Дашу. Сейчас надо будет хоть Василине позвонить. Нигде не можешь найти их. А ты ещё и садёшь? Сейчас позвоню, спрошу. Мама не отпрашивает? Я сама спрошу. Главное, чтобы она ещё трубку взяла. Примчали. Ждали Василину бабушку у ворот. А Федя не ходил туда, потому что там ворота... Ну, как бы что там делать, если кого-то только ждать. А он не знал. Но она не пришла. Ну, я поняла, что она не пришла. Потому что у неё давление, и она не придёт. Ясно. Больше так не делайте. Надолго так ушли. Очень. Окей. А что это за краска? А, это у нас с прошлого года осталось. Ой, с позапрошлого. Да. А что сюда? Ну, нормально, хватит, да? Одну покупали банку? Только эту? Одну покупали? Нет. Нет. А я думала, что соседи-то сделали забор. Брали электрический этот. Ну, он не электрический, он какой там. На бензине, в общем. Бензиновый. Бурта этот. А он потом подошёл, говорит, а можно тоже воспользоваться. И вот сейчас... Слушайте, прикол. Он там есть парень, ну, Ваня его зовут. И товарищ у него там такой крупный. Говорит, а как его назад-то вынимать? А у меня Лёша делал сам. Уже в конце, когда ещё по одному разу решил, уже тяжело с самого конца, потому что много там на него, на это. И он такой... Обратная скорость, типа, есть? Он говорит, нет. Я говорю, вдвоём. Потом же, вот, здравствуйте. Потом же он меня позвал. Даша, будем вот я дать. И, короче говоря, Лёша подходит и всё. Вытащил. Они вдвоём не могли вытащить. Лёша, жилист. Но он сильный, чё? Так-то он сильный. Он когда если схватит... Схватит, если меня, к примеру, за руку, да? Блин, мне кажется, у него руки прям такие мощные. Чё я хотела... А, пойдёмте, я вам покажу Наташину часто. Ну, немножко. Пока там не... Пока там не расцвело. А потом когда-нибудь сходим, когда расцветёт. Вот, смотрите, наш участок, да? Я просто хочу объяснить, что мне так нравится, когда природный стиль, свободный. У неё красиво, но по-другому. Вот. Вот, и поэтому я сейчас прям... Ну, я не буду по пути снимать сейчас. Вот, смотрите, картинка наша. Блин, честно, мне нравится. Не то, что я перед вами сейчас оправдываюсь что-то. Блин, я даже уйти не могу. Я просто, когда с кастрюли пришла, скипятила воду, захожу, открываю, мне вот прям глаз радуется. Кататься можно ему, да. Бегать не нужно. Ты тогда чуть-чуть кататься. Ну, чуть-чуть, тихонько. Сильно не надо раскатываться. Ну, потому что он вчера, считайте, я говорю, болел сегодня. Не надо, чтобы больше болел. Ну, пойдёмте. Ну, вот, смотрите. Это искусственная травка. Красиво, хорошо, нарядно. Ну, как по мне, так скучновато. Потому что здесь особо меняться ничего не будет. В плане, ну, расти-то будет, цвести будет. А я имею в виду, травы лишние нет. Ну, Наташа здесь живёт. Вот, сходим потом как-нибудь зайдём, посмотрим. Вот. А так, да. Конечно, хорошо, здорово. А, знаете что? Травка вот такая вот. Вот такая вот травка. Надо вот это вот. У неё выдернуть. Короче. Как она называется? Забыла. Это у меня была она. Я с Верой поделилась. У Веры она хорошо растёт. У Наташи она тоже хорошо растёт. А у меня её просто нет. Вот, кстати, тоже. Вот моя. А у меня её просто нет, девочки. Просто. И я Ире давала, и у Иры нет. Не знаю, что пошло не так. Такой естественный. А прудик. Прикольно, да? Не, я говорю, мне нравится. Конечно, мне нравится. Здесь вот забора нету. То есть вот по эту белую штуку это вот участок заканчивается. Вот. Класс. Олень, да? Это олень? Да? Или не олень? Так. Девочки, здесь вложено очень много денег. Очень много денег. Потому что камни эти денег стоят. Я-то езжу, пособираю, да? Вот это тоже, ну, понимаете. Ай, смотрите, какие они утины глазки красивые. Очень красивые. Ой, я мимо, да, показываю? Нет, нормально. Тут тоже клумбочки. Такая-то у них баня. Ну, я говорю, потом сходим. Покажу. Сныть. И даже здесь сныть вырезает. Я у Веры тоже была. У нее тоже дофигища сныти. Кстати, ковры везде лежат. Опять же, и чтобы сорняки не росли, это как бы все правильно. Я еще два ковра себе нашла. Ай, сегодня. Сегодня. А это уже участок Наташиной вам уже мамы. Вот. Ольга Ивановна. Это я вам показываю. Нарциссики, тюльпанчики. Красиво. Вот когда больше зелени, мне, девчонки, больше нравится. Ну, здесь, конечно, труда много вложено. Здесь вообще был очень ужасный участок. Его вот они купили. Получается, мне кажется, три года они здесь. Ну, они вот прямо круглогодично здесь живут. Вот. Колодец. Такой вот. А, грядочка есть. Наверное, под зеленушку. Ну, они, видите, за счет того, что двумя семьями, они как бы здесь. А это вот, видимо, у нее... Нет, не пошла. Может, еще пойдет. В том году была. А, нет, все нормально вроде бы. Да? Или она еще не проснулась? Кто это? Ой, девочки, фокус, да, потерялся? Простите. Потому что у меня экран черный. Вот сейчас солнышко зашло, и я увидела. Ну, в общем, в общем, как-то так. О, мы с вами пришли, и речки покрашены. Железочки, речки. А? А? Ты, это... Кому говоришь? Я не слышу. А? А? Ну, а у нас нет коричневой-то, да? Ну, понятно. Пойдем. Девочки, стою с Лешей, разговариваю. Ой. Леша говорит, сколько можно их снимать? Люди ячерец не видели, что ли? Она больше, это другая. В любом случае другая. И на деревяшке четко ее было видно. Ну, ладно. Убежала. Леша стоит, смотрит. Абрикос. Да нет, он сдох. И там, видимо, вот эта поросль растет. Ниже прививки, короче. Нет. Сейчас стоял, смотрел. Виноград. Он так не подходил сегодня. Ничего у меня не спросил, что там, стул. Но он увидел, что там посажено. Не ругал меня. Ну, ладно. А я думаю, знаете, что девочке сделать? Вот. Да, дел много, но здесь, по крайней мере, тенек сейчас облагородить. Вот место у гортензии, да? И вот здесь вот подразобраться. Все лишнее убрать. И, наверное... Блин, а вы вообще видите, что я вам показываю? Хоть что-нибудь. Вот здесь и там надо кусты. Ну, цветы, а то зарастет сильно. Не знаю, завтра, наверное, тоже не будем косить. Может, будем, конечно, не знаю. А, ну, если завтра свет будет покосить, то и я могу. Я косила один раз. Ну, как бы это не сильно сложно, но муторно. Посадила, девочки, маргариточку вот сюда. Это вот оттуда откапываю. И вот у меня сейчас выкопала. Видите, какой шикарный кустик. Сразу будет глаз радовать. Я просто боюсь, мне его жалко затопчет, да и скосим опять. Поэтому я сейчас думаю, либо его сюда куда-нибудь. Ну, тут вот это я сейчас выберу, которая лишняя. Ну, думаю, что вот сюда. Здесь такая грустная пока клумба. И куда-нибудь. Может, он туда вот, да, наверное, туда и... А, ну, не будет видно. Пион разрастется, распушится. Не будет видно. А вот пустое местечко, видите, где папоротник, да? Ладно, сейчас подумаю, придумаю. Там еще есть кустик маленький. И вот думаю, может быть, вот отсюда тоже. Просто Леша колецо будет делать, я боюсь, тоже затопчет. Вот это, может быть, и не затопчет, он аккуратный. А вот это, да, я переобулась. У меня устали ноги в тех. А вот этот маленький тоже надо... Ой, как тяжело, 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 тяжело. Куда-нибудь поставить бы. Вот сюда можно было бы, по периметру. Ну, разделить эти розеточки. Ну, разделить можно в любой момент. Я... Вот эта хост, она большая. Поэтому листья будут вот здесь. Ну, не будет земли видно. Я поэтому думаю, как лучше сделать пока. Думаю. Сверлить, бурить перестали. Быстренько показываю вам маргаритки. Вот два кустика здесь посадила. Они разрастутся. Вот самые удобные цветы, кстати, которые пересаживаются. Они с комом земли прям. И глубоко не надо. Просто убрал земельку, положил, засыпал. Так, вот сюда тоже пока. Пусть будет лучше так, чем потом... Блин. Один перестал бурить, другой это... Девочки, притащила, я же вам говорила. Ну, это типа ковролин. Я вот сейчас посмотрю его размер. Между грядок, возможно. Он серенький. А вот этот бежевый, смотрите, какой. Видите? Какой у меня глаз. Видите, тоже он понадобился. Я сразу сказала нет. И вот здесь вот. Маргариточки. Я извиняюсь за шум. Но вы сами должны понять. Там много надо. Столбов это целый день будет. Поэтому вот я включаюсь, когда они шумят. А они, видите, продолжают и продолжают. Так что простите. Марина, куда полезла? Смотрите, расстелила, девочки. Прямо как будто бы здесь и был. Вот здесь я, возможно, линолеумом проложу. Возможно. Может быть, нет. Но просто трава эта будет в клумбу лезть. Вот. Но если на линолеум наступить, понятно, что подскользнешь. Никто не будет здесь ходить. И вот прямо до конца клумбы. Прикиньте. Только вот тут вот, чтобы никто не загибался и не загибался, не запинался. Надо чем-то закрепить. Вот. Прям хороший размер вообще. Вот здесь хоть будет чисто. Да, он будет равномерно грязный. Это вот, вот это следы сырые, кстати. Это следы сырые. Вот то, что вы видите, темные. Но здесь есть еще следы масла раз этого, разлитого. Не подсолнечного какого-то там. Вот. Он поэтому. Но он затрется равномерно и будет хорошо. А ты когда вы уезжаете? Ты нас уже провожаешь, что ли? Да. Ты нас уже провожаешь? Ну, пока мы здесь. А когда уедете? Ну, блин, не знаю, Василин. А вы завтра будете? Ну, думаю, да. Забор-то делать надо. А я не буду. Я фигурую, когда мы уже танцевали. Ясно. Нет, после поездки навряд ли ты придешь сюда. Ну, я так думаю. Да, тем более после тренировки. В общем, вот, девочки. А тут сейчас тоже разверну, посмотрю его размер. И мне, конечно, очень хочется вот сюда вот что-то. Но у меня есть рубероид, девчонки. Рубероид, вот если вот так вот раскрутить сюда. Но дело-то в чем? Что он от воды. По нему, когда ходишь, это же там же картон с внутренней стороны. То есть у меня уже он здесь лежал. Вот тут он лежал, вон там лежал. Он рассыпался весь. Я его повынимала. Ковролин гораздо лучше. Вот. Ладно, пока думаю. Вообще линолеум бы. Как раз у меня здесь и есть линолеум. Ну, вернее, сюда есть. Ну, представляете, что будет, если будет линолеум? Я дома-то тогда, помните, говорила, что очень скользкий он. Он очень скользкий. Как красиво. Как красиво. Вообще здорово. Ой, ботинки. Снял эти, посмотрите, носки какие грязные. Он уже снимал, потому что и обуваются не на травке, а на песке. Василина, ты не боишься упасть? Смотрите, смотрите, хоп. А солнышко светит в глаза. Ну, здрасте, зачем? У калитки поставь. Не надо, Федь. Ну, и так места здесь нет. Господи, только включилась. Закидывают в кольцо. Причем Даша, Федя, поднимает. Но он и так закидывает. Но она его поднимала. Закидывает. Так, девочки. Леша уже съездил, отвез бур этот. Вот, тут недалеко. Как раз сразу освободился. Он отвез. Что делаю я? Вы видите? Ну, короче, я думаю, что видите. Потому что я не вижу. Ну, черный экран. Сныть. Вот это сныть. Я ее пообрезала под корень. Ну, прям вот так вот. Прям глубоко. Ну, не глубоко, но листья зеленые. И вот следующий лист, который лезет. Пусть оно немножко так полежит. Сейчас уберу. Эти кучки до завтра оставлю. Чтобы они чуть-чуть утрамбовались. Вот. Гортензия убрала здесь вот эту штуку. Сейчас прорыхлю и замульчирую опилками. Ну, ограждение сделаю. Вот здесь, смотрите, и земляника, и папоротник, и вот этот цветок. Это прям вот такая композиция. Ой, чуть не наступила на червяка. И вот там у меня цветок начинает лезть. Как раз я его освободила от всего этого дела. Вот тут вот вербельник, который я хотела выбросить. Раз он лезет, надо его тоже освободить. Пусть уж цветет. А Леша ставит вот эти вот штуки. Вы поняли, да, девочки? Ты что делаешь? На метрах, да? Метр двадцать. В глубину и песком. Без цемента, без гравия, без ничего. У нас также сделан вот этот забор. И оно, что хорошо, то что, ну, земля же, она гуляет. Ничего не вырывает, и хорошо. То есть мы думали, он думал, вернее, размышлял изначально, когда забор начал делать, как лучше. И, в общем, принял такое решение, что лучше всего песком. Поэтому он, в общем, делает. А завтра, получается, он будет варить. Досок пока нет, мы их не покупали, чтобы они не лежали. Вот вишня цветет. Вишня цветет, ну пусть цветет. Мешок, один песка, вот такой. 50 килограмм, да, Леш? 30 килограмм? Сколько стоит? 120 рублей. Вот он, шесть мешков купил для шести столбов, я так понимаю. Что вы делали здесь? Поселение на подпись. А там что ты написала? Свою подпись, типа. В уроне! В уроне. Это типа его босса. Это сейчас стали по этому ковру ходить. Девочки, до этого все обходили его по травке. Я говорю, по нему можно ходить. Вот они и начали ходить. А этот Дашу учит тэквондо. Отвлекся, девочки, отвлекся. Музыка, музыка, музыка. Хорошая песня, да? Разные играют, но мне прям нравится. Мы, конечно, можем у нас включить. Но видите, будет перебивать, фигня получится. Зачем? Бьется музыка. Червяк, что ли, блин, девочки? Кружит бесконечная верная музыка. Пу, блин, забыла слова уже. Хотя, когда что-то делаю, я пою. А когда, вот видите, на публику стесняюсь. Кто там? Купили меня? Я думаю, шуршит кто-то. Мама, поди. Да, льется музыка, музыка, музыка. Мама, поди. Мама, поди. Мама, поди. Мама, поди. Бесконечная, вечная, мудрая. Мама, поди. Мирослав вас угостил. Барни. От которых-то хочется жить. Всего хорошего вам, девочки. Девочки, пересадила вот сюда вот цветочек вот этот. Мимо, мимо лью. Знаете почему? Который вот там был когтями, заяц, огражден. Да потому что. Потому что я про него там забываю. И, в общем, надо проследить, что это. Он какой-то недоразвитый. Ну пусть растет. Ладно. Маргаритки тоже полила. Но, правда, не все. Видите, на солнышке пересаживала. Сейчас еще польем. Там воды в бочке нет. Леша. Воюет. Вот. А эти полила. А, и вот эти вот мне надо, девочки, полить. Что-то я вас закружила, да? Сильно. Сейчас тоже эти полью. Видите, эти стоят. Нормально. Тут земли было больше на коме. А те, которые вот подопустились немножко. В мусорку? Давай. Я сказала бумажки, чтобы все в мусорке были. Вот. Подвяли. Почему? Потому что я разделяла кустики. Поэтому они немножко подвяли. Ладно, нормально. Сейчас полью. Все будет хорошо. Как же они мне нравятся. Господи. Нет, вы видите, не так. Я вот смотрю живьем. Вообще супер круто. А не живьем. Как-то оно это. И вот здесь еще есть. Ну здесь пусть растут. Пусть они так обрамляют хорошо. Мне так нравится. Девочки, это Диана завела себе собаку. Вы ее, наверное, не видели. Он маленький был. Кокос зовут. И он сейчас по моим клумбам новым. Да вы-то видели. Я про девочек говорю. Да что вы с ним делаете? Кокос. Кокос. Ой, ты Боже мой. Ой, ты Боже мой. Я не знаю. Где он? Коса. Это не Гоша. Коса. Это Кокош. Он говорит Коса. Кокос. Кокоша у него тоже черный, только не пушистый. Блин. Не бойся. Покажите его мордочку. Покажите его мордочку. Мордочку. Какой. Какой неугомонный. А Мирослав Гоша, Гоша. Кокош. Кокош. Вон какой он. Какой он бешеный какой-то. Взгляд-то у него бешеный какой-то. А у меня носочек льется, девочки. Если что, я видела. Я просто уже разулась. Все, мне жарко. А мне в этих зарослях надо было... В зарослях надо было в ботинках. Я же там боюсь. Мало ли кто-нибудь выскочит в этих зарослях. Мало, вожи. Кокош. Вожи его сюда. А что ловить-то его? Пусть бегает. Кокош. Он, наверное, с ума сейчас сойдет от ваших криков. Кокош. 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 Поближе вам покажу собаку. Смотря какую. Чупакабра. Он пока чупак... Он гняет сейчас. Давай, подожди, останови его. Мы хоть глянем. Ой, ты боже мой. Я его видел на фотографиях. Я живу... Живым его... Сколько ему? Папа! В феврале было. На пятерке. Помните эту песню, девочки? Остановка по кайфу. Кто помнит, с чем связана у меня эта песня? Очень, очень нравится эта песня. Помните? Блин, ничего не вижу. Я тебя поцелую. Обстановка по кайфу. В общем, девочки, привела я вот здесь немножечко растишки в порядок. Хотела же этой, скажите мне, как называется, опилками. Ай, долго их доставать. Я просто устала, пока доставала, и прихотела бы. В общем, здесь пусть пока трава тоже полежит. Нарцисса, кстати, обрезала. Обрезала нарцисса, вот которые здесь были. Сейчас вам дальше покажу. Подождите. Что-то я уже устала. Времени седьмой час, на самом-то деле. Вот здесь вот так. Тоже все хорошо. Здесь будем косить. Может быть, я завтра буду косить. И обкашу вот так этот вербеник. Кустик будет. А потом выну сныть. Пока пусть так останется. Так. Что значит, девочки? Вот такой вот коврик. Вот такой вот кусочек коврика. Дальше не пойду, да? Ковровая дорожка. Вот. Здесь тоже место позорное. Мне вот даже нравится, как оно лежит. Но, блин, такой кусочек маленький. Я вроде... Ой, фокус не ловит. Хотела вот сюда сначала положить. Потом думаю, да, ладно. И вот, видите, вон там вот грязь основная, где кирпичи. Вообще, по идее, если бы вот эту длинную дорожку, белую, которая светлую, обрезать пополам, в длину на метр, наверное, раз, два, три, четыре, может, пять, может, четыре с половиной. Если обрезать пополам, то как раз, девчонки, вот от сих до сих как раз было бы нормально, если по дорожке, ну, положить. Ну, мне жалко на самом-то деле. Но я подумаю, потому что у меня же, видите, есть еще вон тот коврик. Не вот этот, а вон тот. Вот кусочки от этого можно отрезать. Не знаю даже. Не знаю. Но сегодня я точно этого делать не буду. Я сейчас специально разложила. Слышите, чтобы траву прибить, чтобы завтра ее не покосить. Вот. Подумаю. Дома с свежей головой. Я вчера уже планировку нового дома придумала. Представляете? Да. О, Катя идет. А я пошла в бухгалтеру Василию отправила. Мама, ты же ее забила. Павла же. Ковров, Катя, ковров подоложила. Но прям его пиздец, не ковры. Федь, ну нормальный. А чего вы сейчас? У меня же. От травы. Ты что делаешь-то? Играешь? В Василий на телефон. В общем, Леша поставил столбы. По уровню. Там веревочкой, короче, как-то. Как-то, как-то. И надо домой уже ехать. Потому что уже прохладно становится. Время почти 7 часов. Закашлялся, бедный. Покашлялся. Тебе хорошо, Федь? Нормально себя чувствуешь? Давай, Катя, застегивайся. Застегивайся. Девочки, буду с вами прощаться. Я говорю, Катя, развернись. Давай, прощаемся с девочками. Он говорит, не буду. Не хочет с вами прощаться, девочки. А я буду с вами прощаться. Солнышко прямо в глаза светит. Все, спасибо, что были с нами. И до завтра. Всем пока.